здравствуйте друзья и так сбылась моя мечта я стал обладателем продукции японского автопрома не lexus конечно но вполне себе тоже ничего и так встречайте вот такой вот симпатичный кабриолет под сложным названием zc 50-5 от компании hosigawa в 35 масштабе каталожный номер 66 002 ну как вы догадались это у нас дорожный каток вообще hosigawa выпускает в этой линейке дорожных машин у нее уже несколько вышло моделей весьма интересно в том числе и экскаваторы возможно что-то появится в обзоре и в ближайшем будущем но посмотрим если вам эта тема будет интересна то отписывайтесь в комментариях и так по традиции начинаем с коробочки коробочка в принципе небольшая по боковикам у нас информация о производителе с другой стороны у нас содержимое точнее фотографии готовой модели как мы видим кроме непосредственно самой модели у нас в наборе входит и водитель причем водитель девушка ну и здесь же у нас указана информация по самой модели то есть длина собранной модели 92 миллиметра ширина 40 миллиметров количество деталей 93 то есть принципе модель у нас не очень большая и не сложная по идее так ну давайте посмотрим что у нас внутри внутри у нас пакет все в одном пакете с разноцветными литниковыми рамками ну и как обычно я на секунду сейчас прерываюсь распаковываю и мы продолжаем итак друзья продолжаем и как обычно начнем с инструкции инструкция у нас в виде вот такой вот раскладушки примерно формата а4 на первом листе как мы видим у нас фотография собранной модели и историческая справка на японском и английских языках далее следует предупреждающая информация и расположение детали на литниках а также представлена схема точнее таблица с необходимыми красками кому интересно можно поставить на паузу и ознакомиться ну и далее идут условные обозначения и собственно начинается сборка ну тут не сложно что-то будет комментировать поскольку строительной техники не особо разбираюсь вот ну давайте попробуем пробежаться и так на первом этапе у нас собирается называемая передняя часть нашего катка собирается непосредственно сам каток далее собирается насколько я понимаю капот стойкий вот катка различная мелочевка в том числе шланги гидравлики причем шланги у нас шланг у нас дан в виде виниловой трубочки но это мы посмотрим попозже далее она собирается задняя часть катка нижняя часть корпуса здесь устанавливается какие-то какой-то оборудование какие-то бачки в общем какие-то какие-то приборы это у нас пол кабины далее устанавливаются боковые стенки задняя стенка и собирается кресло водителя задние фонари насколько понимаю да здесь данный вот отдельной выноской данная схема окраски тут же и и схема нанесения декали декали здесь достаточно много разных табличек и так далее технической информации так на следующем шаге на собирается задние колеса и панель управления все это соединяется вместе сзади также устанавливаются небольшие вот что-то типа таких вот грязи отбойников назовем их так и заключительный шаг шаг номер восемь у нас собирается обе половинки соединяются обе половинки катка соединяется между собой устанавливается зеркало собирается фигурка водителя на нее тоже ряд декалей можно наклеить и на за на последнем вот таком развороте у нас представлена схема окраски и нанесения декалей схема достаточно подробная со всех проекций вот он даже сделаны отдельные выноски каких-то моментов отдельных например по непосредственно по консоли управления вот и кроме того даны еще отдельно фотографии с узлом вот как раз стыковки двух половинок и на фотографиях показано как должны проходить шланги гидравлики что конечно не может не радовать для облегчения сборки вот такая вот инструкция ну придраться не чему качество отлично напечатано все хорошо понятно опять же в ходе сборки у нас даны указания что каким цветом красить что тоже немаловажно так с инструкцией все понятно двигаемся дальше итак первый литничок такого цвета темно-серого на нем у нас пара колес задних так но видимо капот боковинки капота это по всей видимости либо бензобак либо еще что но я тут затрудняюсь конечно сказать что какие детали но и ряд мелочей вот например еще также установлена стойка точнее консоль управления отлита в одну деталь вместе с зеркалами заднего вида в общем достаточно так неплохо ну небольшой шовчик имеется но отлита неплохо также вот мелкие различные провода гидравлики зеркало все это защищенного таким толстым литником то есть здесь у нас ничего не поломается ну качество литья у хосигавы всегда было на хорошем уровне здесь проблем я никаких не вижу все достаточно неплохо отлита колеса протектора никакого не имеет но возможно так оно и должно быть на реальной технике и практически она у нас сделано единым целым за исключением вот задней как бы стенки шины идем дальше дальше еще один небольшой литничок но здесь и вторая пара колес ну что-то типа брызговичков и еще ряд деталей тоже сделана защита чтобы ничего у нас в процессе транспортировки не поломалось следующий литник здесь у нас находится руль сиденья водителя так ну это я затрудняюсь сказать возможно это какой-то полик так ну еще ряд деталей но вот это вот похоже это скрипки который у нас устанавливается на каток передней чтобы удалять какую-либо грязь там или асфальт налипший на сам каток так ну сзади имеется на деталях следы от толкателей но я так подозреваю что все это уйдет и не будет видно снаружи но хотя вот на этом на скрипках наверное нужно будет немножко по защищать эти моменты но эта сборка уже покажет далее у нас идут литники вот такого вот оранжевый или красно-оранжевого цвета должен даже вот ну на камеру вроде такой более оранжевый цвет кажется хотя в живом мне как-то больше в красноту отдает так здесь у нас но по всей видимости детали корпуса передний вот стойки которые нас удерживают непосредственно сам каток ну еще ряд каких-то крышек или горловин это видимо какой-то бачок стенка по всей видимости какая-то ну тут мне трудно конечно сказать что это за детали здесь по всей видимости вот это вот по моему задняя стенка с выемками под задние фонари и передние свинками под фары но опять же литье достаточно неплохое хотя и здесь вот на вот этих деталях если присмотреться видны здесь вот данные такие насечки как бы точнее вот выпуклость такие видимо для точного позиционирования деталей при сборке и связи с этим вот на наружной стороне в этих местах имеются такие небольшие еле видны и тяженькие то есть на свет смотреть на вот близко их в принципе видно но думаю ничего страшно тем более деталь плоская здесь можно и подшпаклевать так еще один литничок тоже такого вот красно-оранжевого цвета и но здесь я так понимаю детали то опять же корпуса какой-то из частей сейчас я затрудняюсь сказать какая-то передняя либо задняя часть но опять же литье в принципе хорошая вот особых дефектов не видно но вот на этом полике вот здесь вот у нас тоже имеются такие небольшие как бы на цвет кажется как выпуклости небольшие имеются из-за вот многочисленных следов от толкателей честно говоря несколько конечно странно зачем столько здесь толкателей ну возможно какие-то особенности литья здесь вот тоже вот видно такие вот полосочки идут утяженки вот вот этих вот ребер вот так ну и последний литничок на котором собственно находится у нас сам каток выполнен в одну деталь то есть шва на нем не будет что конечно радует и отдельно данные боковинки этого катка и здесь же на этом литнике у нас фигурка водителя дана из нескольких частей то есть туловище из двух частей но отдельно многие руки голова и каска фигурка конечно по качеству наверное средненькая наверное так имеется шовчик то есть по защищать придется ну кому интересно то можно и собрать с фигуркой то есть на какую-нибудь диораму или виньетку весьма неплохо так ну и последнее что она здесь в наборе имеется такой небольшой шуб пакетик и здесь у нас небольшой литничок прозрачной детали прозрачном пластике нас выполнены фары задние фонари различные причем выполнены достаточно неплохо имеется даже насечки то есть имитирован как это рассеиватель правильно называется фактура рассеивателя стекло аккуратно чистенькая также небольшие литничок с втулками виниловыми и вот такой вот виниловый виниловая трубочка для имитации гидравлики и последнее это у нас декаль декаль на мой взгляд тоже весьма интересная очень много различных значков всяких табличек предупреждающих всяких обозначения модели также в декале дана приборная панель с приборами ну в общем декалька достаточно неплохая ну по качеству с качеством хусяга вроде проблем никогда не было по декалям то здесь наверно беспокоиться не стоит так но в принципе наверное это все друзья что можно сказать но достаточно интересно на мой взгляд а моделька тем более отвлечься так вот от военной тематики на мой взгляд весьма неплохо интересно будет на этом наверно все как обычно комментарии замечания предложения приветствуются далее как обычно будут фотографии а я на этом с вами прощаюсь спасибо за внимание и до новых встреч всем пока а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...